Татьяна Бирюкова 20 лет назад волею судьбы оказалась видна. Со студенческих лет увлекалась литературным творчеством, писала очерки и стихи. И, естественно, первое, что она сделала, оказавшись здесь, пришла в литературное объединение имени Шкулёва. Когда шла подготовка к юбилею Творческого Союза, она, что называется, окунулась головой в поиски материалов о первых поэтах-руководителях. Так родился проект «Возвращение к истокам», за который наша героиня была удостоена губернаторской премии «Наше Подмосковье». Татьяной Бирюковой были написаны и изданы брошюры об этих людях. Обнаружилось, что, в общем-то, о них мало кто чего знает, кроме имён и фамилий. Сегодня мы знаем дату смерти, дату рождения. Совершенно необыкновенные фотографии подтверждают, что да, эти люди были, да, они работали, и да, существовало литературное объединение. Так инженер по образованию Татьяна Бирюкова по призванию оказалась ещё и краеведом. Большого внимания заслужила её работа о Петре Зубове, отце нашего земляка-паэта Евгения Зубова. Рассказ о пареньке из деревни Мисайлова, служившего в годы Первой мировой войны в особой четвёртой бригаде во Франции и дальнейших его страданиях и скитаниях, был напечатан в московском журнале «История государства российского». Целый год ушёл у краеведа на сбор материала этого отрезка жизни отца-поэта. На рейде поддуло английского крейсера, поддуло и сказали, и вы, и корабль нам не нужен, если вы не идёте к Деникину, за Деникина воевать, то мы вас расстреливаем. Он идёт в армию Деникина, убегает оттуда с помощью Семёна Гусева, который с ним тоже был один, из Мисайлова, он там воевал. Он с ним, значит, ну, выпутываются они как-то из этой истории, и к красным попадают, и к белым попадают, и совершенно больно возвращаются домой. Новые открывшиеся сведения о Петре Зубове включены в шестое издание книги Мисайлова «Времена года». Сейчас Татьяна Бирюкова работает над дочерками «Воспоминания о городе своего детства в Туркмении с рабочим названием «Жара плюс 45 градусов в тени». Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Юмила Медведева, Владимир Бежонов,